Не оборудованные светофорами и зеброй перекрестки зачастую являются одной из причин дорожно-транспортного происшествия и наездов на пешеходов и велосипедистов. И несмотря на то, что таких мест в Нефтекамске становится все меньше, статистика дорожных происшествий не снижается. Не на всех пешеходных переходах эти знаки установлены. Желательно их установить. И все следить за этими пешеходными переходами, чтобы не было аварий, чтобы переходили люди, положенные вместе. Автолюбители, в свою очередь, проезжая по городским улицам, также сталкиваются с проблемой неправильно обустроенных пешеходных переходов. К ним относятся не только городские перекрестки, но и территория частного сектора. Здесь, на автобусных остановках за пассажирским транспортом, водители не всегда могут в нужный момент увидеть переходящих дорогу жителей. На мой взгляд, самый опасный участок в городе на повороте юбилейная НБШ. Когда на НБШ поворачиваешь направо с юбилейной, я сам езжу постоянно с насторожкой, как бы пешеходы не появились. Довольно частые дорожно-транспортные происшествия на дорогах Нефтекамска стали поводом к прокурорской проверке. По результатам ревизии было выявлено, что на пешеходных переходах имеется масса недоделок. К примеру, на оживленных перекрестках попросту могут отсутствовать дорожные знаки, обозначающие пешеходный переход. Прокуратура города провела проверку исполнения закона о безопасности дорожного движения. Установлено, что на 10 улицах города отсутствуют пешеходные дорожки. Это приводит к совершению дорожных транспортных происшествий с участием пешеходов и причинению непередственных повреждений, в том числе и с спиртильным исходом. Одним из сопутствующих факторов совершения в текущем году 18 аварий, связанных с наездом пешеходов, послужило неудовлетворительное содержание уличной дорожной сети. Указанное повлекло за собой гибель четырех участников дорожного движения, которые передвигались на проезжей части автодороги. Учитывая, что данное нарушение состоит из угрозы жизни и здоровья, граждан прокуратура в судебном порядке потребовала администрации города построить пешеходные дорожки. Суд натворил требования прокурора в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило. После устранения неполадок 10 пешеходных переходов должны стать наиболее безопасными для горожана, вне зависимости от того, водитель это или пешеход. Татьяна Галиева, Артур Мирзагитов, информационная программа «Ежедневник». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова